Всем привет! Сегодня мы рассматриваем компрессор для воздуха кинтер тул фирмы марка рт 304 Он упаковывается в такую жесткую коробку, имеет характеристики напряжение питания 220 вольт Производительность 354 литра в минуту, масса 35 килограмм нет, мощность 2,23 киловатта Максимальное давление 8 атмосфер и имеет ресивер емкостью 50 литров Теперь попробуем распаковать и посмотрим что же там внутри Крышка довольно упругая, хороший картон плотный и плотная коробка Это все необходимо для того чтобы компрессор такой массы был в безопасности при перевозке Здесь идет в комплекте такой набор, в который входят аксессуары, фильтры, уплотнители и всевозможные гайки Попробуем его собрать и понять что же куда накручивается В комплекте идут два колесика для того чтобы установить на компрессор и можно было свободно передвигать одному человеку Они имеют такую прорезиненную пластмассу Не очень надежную, но везде пластмассу Думаю что для работы любителя хватит Достаем компрессор из упаковки Вот он имеет такой внешний вид Коробка внутри имеет фанерное дно Практичное Никуда уже не денется И вот сам компрессор с кучей обозначения на украинском языке В комплекте документации идет паспорт Паспорт Инструкция с эксплуатацией Гарантийный талон И акт технической экспертизы Здесь написано что гарантийный термин 12 месяцев Сейчас почитаем инструкцию и разберемся что куда прикручивать Для начала необходимо установить два амортизатора передней части Они имеют такой внешний вид Здесь есть болт и гайка Аккуратно приподнимаем переднюю часть компрессора Оставляем амортизатор И затягиваем с помощью ключа Гайки Ключ здесь нужен на 13 Рожковой Потому что накидной головкой мы туда не подлезем Просто Таким же образом устанавливаем вторую ножку подставку амортизатор Должно знать что здесь будет ямка в нижней части А вверху плоскость для того чтобы не мешала головка при трении в землю Теперь необходимо установить колеса Для этого также устанавливается ключ на 17 И крестообразная отвертка И затягиваем гайкой снутри Ключом на 17 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Необходимо выкрутить транспортную заглушку Картера двигателя Здесь есть даже надпись на украинском ОВИ Что нужно заменить на обычную А не на транспортную У нас в комплекте вот такая Идет клапан Закрывает вентиляционное отверстие Закручиваем ее до упора Здесь есть глазок для контроля уровня масла Вот он На данный момент здесь уровень масла хороший То есть вот видно что глазок контрольный полностью заполнил Значит доливать нам пока его не нужно Теперь необходимо установить воздушные фильтра На сасывающей патрубке Фильтр имеет вот такой внешний вид Я уже открутил здесь барашек Внутри есть поролоновая ватка Есть поролон Поролонная прокладка Закрываем Закручиваем В отличии от воздушного фильтра Который установлен на мотоблоке Смазывать Поролоновую часть фильтра Маслом не нужно Так будет больше сопротивления И меньше производительность компрессора Поэтому необходимо периодически просто его промывать Закручиваем С двух сторон С одной и с другой стороны двигателя Для пользования компрессором я приобрел вот такой недорогой набор В который входит пять элементов Здесь идет пистолет для накачивания колес В комплекте Идет бачок и пистолет для распрыскивания всяких жидкостей Им же можно мобилить арки колес и пороги Здесь есть окрасочный пистолет С бачком Но он не очень хорошего качества Но забор покрасить им можно Идет продувочный пистолет И воздушный шланг длиной пять метров Но мне кажется меньше Потому что здесь скучника кажется мало Так же здесь гарантийный талон Вообще фирма интертул Полностью обеспечила работу этого компрессора Вот такой хороший набор Практично Но мы пока будем использовать Только воздушный шланг И продувочный пистолет Для того чтобы проверить работоспособность компрессора Подключим шланг воздушный к нашему компрессору Здесь у меня продувочный пистолет И с другой стороны такой Легкосъемный разъем Включать можно или к левому или к правому Патрубку в зависимости от того Это немножко воздуха есть С чем будем работать Теперь можно попробовать включить его И проверить как же он работает Подключаем компрессор к сети Не забываем что у него очень большая мощность 2,3 кВт Поэтому нужно брать провод помощнее И пробуем включить Вот он набрал рабочее давление 8 атмосфер И теперь можно пользоваться Очень хорошо продувает все Ну вот наш компрессор проверен, собран и готов к работе Напомню что мы сегодня собирали и осматривали воздушный компрессор фирмы интертул марки RT304 Видно что довольно недорогой и доступный компрессор Которым я буду пользоваться Вы были на канале Дело мастера боится Ставьте лайки Пишите свои замечания и комментарии Будьте с нами! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok